В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! О самых заметных событиях прошедших выходных и первого рабочего дня этой недели вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Поезд ЛДПР в Рязани. Как прошло общение либерал-демократов с горожанами? Фонд капитального ремонта. Реально ли получить из него средства? День ВМФ в столице ВДВ. Кто они, рязанские моряки? Каждый год поезд ЛДПР преодолевает более 11 тысяч километров. За 14 дней он проезжает 16 регионов и останавливается на 121 рабочей станции. Традиционно представители партии посещают и Рязань. На акции побывала наша съемочная группа. Поезд ЛДПР вновь прибыл в Рязань. В акции приняли участие более полутора тысяч человек. Встречи с жителями региона прошли в пяти точках Рязанской области – в городах Рязани и Сасове, поселках Шилове, Шелухове и Назаровке. Самая массовая встреча состоялась на железнодорожной станции «Рязань-1». Какая основная задача? Показать, что партия не на бумаге, а в реальных людях она живая. Потому что, ну вы объективно знаете, когда у нас начинаются какие-то выборы, вот эти вот фейковые кандидаты подставные, они появляются как грибы и появляются их партии, которых выдвигают. Как только выборы закончились, не видно никого, не слышно, никаких партий. Остается административный ресурс со стороны «Единой России», да, и сама партия. И партия ЛДПР, как реально действующая партия. Все. В этом году руководит работой поезда депутат фракции ЛДПР, первый зампредкомитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Каждый день в его приемную на вокзальной 11 поступает полтора-два десятка заявлений и просьб о помощи. Однако не у каждого есть возможность попасть на прием в будний день. Поэтому поезд ЛДПР прибыл в воскресенье. В мобильную приемную ЛДПР рязанцы подали более тысячи обращений. Обошли все инстанции уже. Последняя надежда. Да все говорят, он помогает Жириновский, поэтому к нему. Мне, например, нравится, что вот это единственная партия, которая может, как бы отвечает надеждам людей. И, собственно, всегда можно к ней подойти в расчете на то, что не нужно давать деньги, да, вот делать какие-то взятки. То есть здесь все, ну, можно сказать, как положено вообще по конституции. Напомним, что поезда помощи Жириновского ездят по стране уже 10 лет. Активисты раздают подарки и сувениры. И самое главное, юристы партии разбираются в проблемах граждан. Основная проблема заключается в том, что в самой богатой стране в мире самые бедные люди. Брошенные старики, одинокие мамы, многодетные семьи, у людей нет работы, дорогие тарифы на услуги ЖКХ. Не перестану это повторять. Мизерные детские пособия. Все собранные обращения будут направлены в Москву. По каждому из них придет официальный ответ. 4 ноября в День народного единства активисты ЛДПР проведут митинг в Рязани. Он состоится на площади Ленина. По словам Александра Шерина, изначально планировалось мероприятие на площади Победы. Однако власти города отказывают ЛДПР в наиболее удобной площадке. В связи с этим депутат российского парламента намерен обратиться в прокуратуру, ОМВД и к губернатору Рязанской области. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Программа капитального ремонта жилья за время своего существования обросла легендами и чаще всего не самыми добрыми. Очередная непонятная ситуация сложилась в Гороще. Дом 12 по улице Черновицкой экспертиза признала аварийным. А вот фонд капитального ремонта отказывается переносить сроки ремонтных работ на более ранние. Этому дому далеко за 50. Построенный в 62 году, он, что неудивительно, требует вложений и замены многих систем. Облупившийся фасад, обваливающийся балкон – это первое, что бросается в глаза. Но суть проблемы куда глубже, чем внешний вид. Фонд капитального ремонта, по каким критериям устанавливает очередность этого ремонта, до сих пор непонятно. У нас дом 62 года, то есть ему далеко за 50. А дома, которые построены раньше, они уже отремонтированы. И почему во внимание не принимается вот эта независимая экспертиза, тоже непонятно. Прорыв трубы произошел здесь 26 сентября. Тогда у людей уже был на руках ответ с отказом в переносе сроков капитального ремонта на более ранние. Я захожу вечером домой, время 15 минут 8. Открываю дверь и попадаю под горячий водопад. Не просто капли, а водопад. Настолько все лилось, что невозможно было пройти просто по ступенькам. То есть выше, чем по щекотку. Шла эта вода, кипяток, не было видно ничего. Мы боялись, что будет вообще замыкание, начнется какой-то пожар. Потому что, посмотрите, все провода находятся тоже в безобразном состоянии. Вся эта электрика. И все лилось просто стеной. О том, что дом не просто признан аварийным, но опасен для жилья, гласит официальный документ. Независимая экспертиза, которую в прошлом 2016 году собственники провели на свои средства. Именно с этим заключением они обращались в самые разные структуры. Это подтвердила жилищная инспекция. Это есть акт проверки номер 1622. 29 июня 2016 года. То есть это еще до начала экспертизы. То есть дальше у нас есть обращение администрации управления энергетикой и жилищно-коммунированного хозяйства в министерство о том, что требуется капитальный ремонт. Дальше собственники еще обращались в прокуратуру о том, что ихний дом не ставят в капитальный ремонт. Сроки капремонта, надо сказать, все же перенесли. С 2028 года на 2022, до которого осталось 5 лет. Почему не провести необходимые действия, учитывая состояние дома, заключение экспертизы и постоянное ЧП? Сейчас, вне очереди, когда это необходимо, вопрос. Дальше мы же писали в администрацию города, в управление жилищно-коммунального хозяйства, прокуратуру. И в течение года мы получали от них письма от одной инстанции. Месяц туда идет, месяц назад. Другую инстанцию у нас переправляли также месяц туда, месяц назад. И в течение года нам шли отписки. Единственное, потом мы получили уже где-то в мае ответ, что с 25-го, с 28-го года нас перенесли на 20-й и 22-й год. В фонд капитального ремонта Рязани наша телекомпания отправила официальный запрос, в котором мы задали один вопрос. Почему аварийный, опасный для жизни дом отказываются ремонтировать, пока не произошло настоящих трагедий? Комментариев будем ждать и непременно продолжим эту тему, как только получим ответ. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 30 октября в Рязанском областном суде состоялось соглашение приговора по уголовному делу в отношении трех жителей Спасского района, которые ограбили и убили пожилого односельчанина. Циничное преступление не осталось безнаказанным. Рязанский областной суд вынес приговор трех жителям Спасского района Рязанской области. Двое из них уже были ранее судимы. Сегодня их приговорили за убийство пожилого односельчанина, разбой с применением насилия и кражу с проникновением в жилище. Как установил суд, одному из подсудимых стало известно, что его родственник решил переехать в другой город и хранит дома крупную сумму денег для покупки жилья на новом месте. Молодой человек позвал своих знакомых, и они решили похитить денежные средства. Для чего? Установили наблюдение за домом потерпевшего и вечером тайно туда проникли. Напав на хозяина дома и избивая пожилого мужчину, двое требовали отдать им деньги. Пенсионер рассказал, где хранит сберегательный сертификат и 5000 рублей. После этого мужчину задушили. Забрав из дома ценности и паспорт хозяина, необходимый для обналичивания сертификата, преступники повесили на входную дверь замок, создав впечатление, что убитый уехал к родственникам. Чтобы скрыть следы преступления, через несколько дней подсудимые вывезли труп потерпевшего на свалку и сожгли. О пропаже мужчины стало известно после сообщения об этом племянника потерпевшего, который ждал его переезда в Краснодарский край. В конце декабря 2014 года трое мужчин обналичили сберегательный сертификат на 900 тысяч рублей и разорвали паспорт погибшего. Во второй половине апреля 2015 года трое мужчин совершили еще одну кражу ценностей из дома другого потерпевшего, нанеся ему значительный материальный ущерб на сумму 50 тысяч рублей. Все трое признаны судом виновными в разбое с применением насилия опасного для жизни группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также в похищении у гражданина паспорта в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище. Кроме того, двое из них признаны судом, виновным в убийстве группы лиц по предварительному сговору, сопряженным с разбоем. Суд определил одному из преступников наказания по совокупности преступлений 18 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второму преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет и 6 месяцев. Третьему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. После оглашения приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд Российской Федерации. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 30 октября в России отмечают день основания военно-морского флота. Решение о его создании было принято в далеком 1696 году императором Петром I. С тех пор началось активное строительство военных кораблей. Первыми появились Балтийский и Азовский флоты, а затем уже все остальные. Рязань является родиной многих моряков и с одним из них пообщалась Анна Герцовская. Россия – та страна, которая пережила большие перемены в развитии военно-морского флота. Быстрый старт, уверенные позиции, большие открытия, которые совершали наши моряки за прошедшие 20 лет – все это сменилось практически развалом военно-морского флота. Что такое флот? Флот – это не зря говорят, это вторая рука государства. Первая – это армия и флот. Других друзей у нас, как показала практика, социальной жизни у нас нет. Поэтому в условиях, в которых мы оказались, мы оказались в условиях информационного воздействия и, к сожалению, предательства определенных партийных руководителей. Сейчас об этом открыто говорят. Сейчас позиции России вновь установлены. Страна является одним из крупнейших в мире производителей ракет военного и гражданского назначения, в том числе предназначенных для вооружения военных кораблей. Кроме того, на территории Российской Федерации действует более 150 судостроительных предприятий, на которых в разное время были созданы самые большие в мире подводная лодка и ледокол. А также самая быстрая подводная лодка, способная развивать скорость свыше 82 км в час. За дороговизну создания она была прозвана «Золотой рыбкой». Надводные корабли России также имеют большую историю. Знаменитый крейсер Михаил Кутузов на протяжении десятилетий служил нашей стране и выполнял боевые задачи. В том числе и Вячеслав Раков, который в день образования в МФ сейчас делился с нами воспоминаниями, будучи еще курсантом. В 1970 году также являлся участником боевых действий, находясь на этом крейсере. Михаил Кутузов прошел от Севастополя до Средиземного моря под командованием командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Сысоева, уроженца Рязанской области. И уже в Средиземном море развернулось настоящее тактическое сражение. Крейсер находился в составе отряда боевых кораблей в зоне боевых действий Сирийской Арабской Республики и Арабской Республики Египет. Я наблюдал следующую картину. Крейсер выполнял многократно различные артиллерийские стрельбы в восточной части Средиземного моря. Удивило меня и поразило то, что перед стрельбой, а стрельба главным калибром сотрясала весь крейсер, так, что перед стрельбой курсанты и моряки, которые находились на службе, на военной службе, на крейсере, снимали плафоны. То есть вибрация очень была большая. Но дальность стрельбы по тем временам, она считалась достаточно эффективной, большой. Это порядка 20 километров. Несмотря на то, что Рязань сухопутный город, наш регион прославлен подвигами военных моряков. Кто-то из них родился на рязанской земле, другие приехали сюда уже после службы. А многих из них можно узнать в Музее молодежного движения, где силами ветеранов и работников учреждения создан зал военно-морской славы. Кроме того, во многих школах развиваются музеи, посвященные этой тематике. И зачастую в преддверии праздников все интересующиеся военно-морским флотом обмениваются новой информацией о современных моряках и об истории ВМФ. Ко дню военно-морского флота у нас традиционно 20 октября проходит встреча и с моряками, ветеранами военно-морского флота. И, конечно, всегда присутствуют школьники, которые очень серьезно работают в своих музеях. И вот в этот раз очень интересные доклады, сообщения мы их заслушали, потому что нужно отдать должное руководителям этих музеев, то есть педагогам, которые действительно проводят самую настоящую поисковую работу. Открывают новые имена, открывают какие-то новые факты, которые совершенно бесценны для нашей местной истории. Ветераны военно-морского флота со своей стороны активно участвуют в поддержании интереса к истории страны у молодого поколения, тем самым вырабатывая у школьников патриотизм. Ветераны ВМФ сотрудничают со школами, проводят лекции, интерактивные беседы, отвечают на все вопросы учеников, тем самым стараясь добиться их правильного воспитания и желания идти к своим целям, показывая, что Россия – великая страна, для граждан которой нет ничего невозможного. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Среди школьников города вот уже на протяжении 18 лет Госавтоинспекции совместно с Управлением образования и молодежной политики Рязанской области проводится конкурс «Пешеход-пассажир-водитель». В этом году в нем приняло участие более 200 ребят из 52 образовательных учреждений города. О конкурсе и о том, как проходило награждение, расскажем в следующем сюжете. В начале учебного года всем школьникам города было предложено создать творческую работу на тему безопасности дорожного движения. Рисунки, поделки, стихи, сочинения, даже фотографии. На конкурсе «Пешеход-пассажир-водитель» ребят не ограничивали определенной формой и дали возможность пофантазировать. Единственное условие состояло в том, чтобы эти фантазии наглядно отображали правила дорожного движения. Рисуя рисунки, делая творческие работы, делая фотографии, дети еще раз вспоминают, в творческой форме подходят к изучению требований правил дорожного движения. Когда дети выполняют эти работы, как правило, они подключают к своей деятельности еще и родители. Поэтому этот конкурс можно считать семейным. Также в этом году впервые была введена номинация для педагогов образовательных учреждений. Всего было прислано порядка 200 работ, лучшие из которых составили выставку. Сегодня ее можно увидеть в одном из торговых центров Рязани. Там же прошло и награждение победителей, многие из которых уже стали постоянными участниками этого конкурса. Ульяна у нас принимает участие уже не первый раз. Он занимает призовые места, так же не первый раз. Награждение победителей прошло по трем возрастным категориям. Младшие школьники, учащиеся среднего и старшего звена. Все они получили почетные грамоты и подарки. Но что самое главное, они вот таким творческим образом закрепили знания правил дорожного движения и напомнили о необходимости их соблюдения взрослым. Всемирный день аудиовизуального наследия отметили в Рязани. Лучшие аудио и видеоматериалы, радио, телепрограммы, фильмы России хранятся в Москве, в Гостелерадиофонде. Архив насчитывает порядка полутора миллионов единиц. Рязанская область стала одной из немногих, где сохранился свой кинофонд. С его сотрудниками пообщалась наша съемочная группа. Улица Грибоедова, дом 26, корпус 6. Рязанцы привыкли, что в этом здании находится детская библиотека. Но мало кто знает, что именно здесь хранится весь кинофонд Рязанской области. Летят журавли, броненосец Потемкин, Морозко, первый в космосе. Классические и современные фильмы на 35-мм пленке составляют гордость Рязанского архива. В пяти комнатах собрано более тысячи экземпляров. Самому молодому экспонату всего два года. А вот самому старинному исполнилось почти 70 лет. У нас есть хроника шестичастевая Сергей Есенин на пленке. Там он сам читает стихи. Это вот просто такой вот сохранилось, где он сам читает стихи. В основном в кинофонде хранятся документальные и художественные фильмы. Это мировые шедевры и отечественные картины советского и российского производства. Некоторые из них снимались в Рязанской области. Это трудно первые сто лет. Этот фильм снимался в Шиловском районе. Парашютисты фильм тоже снимался в Шиловском районе. Так, в Тучино-Отборском, в Касимове у нас снимался этот фильм. Мусульманин. Очень такой фильм, конечно, трогательный. Часть уникальных кадров можно посмотреть на DVD. Для остальных нужен специальный проектор. Такой есть только в кинотеатре «Октябрь», где показывают старые фильмы на большом экране. В кинофонде же они хранятся в «Бобинах» и делятся на категории. В первой категории у нас фильмы идут, которые отработали 90 сеансов. Потом вторая категория – с 90 до 250. Третья категория – до 500 киносеансов. А потом уже смотрим, списывается он или не списывается. Задача фильмопроверщицы – осмотреть «Бобину» на предмет дефектов и внести данные в специальный журнал. Своеобразный паспорт фильма. Ведь пленка – один из самых надежных способов хранения информации. При бережном обращении ею можно пользоваться в течение 100 лет. Однако некоторые материалы все же исчезают бесследно. Так, после многочисленных переездов в кинофонде не сохранились виды старой Рязани. Там и колхозы, и совхозы, вот такие всякие. И на фабриках, и в магазинах. Вот эти ролики все были о Рязани. И там о проведении города Рязани. Вот такие все мероприятия. Такие все было. Но потом куда-то они все исчезли. Кому-то понадобились. В сохранении документального наследия регионам помогает Гостелерадиофонд. Каждый месяц сюжеты и программы, произведенные телекомпанией «Город», отправляются в Москву, чтобы пополнить золотую копилку отечественного телевидения. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра. И желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Субтитры создавал DimaTorzok